Уже видели мои обзоры сувениров доты и кс из оманмаркета? Разные там кружки, керамбиты, брелочки, фигурки, ковры и футболки, да и даже целые отдельные паки вкусных сувениров, быстрая бесплатная доставка до почты или курьером и конечно же уникальный промокод на скидку для каждого подписчика, кто перейдёт по ссылке в описании. Всем привет, это ТОП ДОТА! Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите поиграть за паджика, показать днищам, как нужно хукать, а ваш пудж выглядит как кусок дефолтной текстуры, да ещё и бабок в кармане совсем нет, ни дк хука, ни огненного хука, слава богу, что хоть стандартный хук на месте. И что же в такой ситуации делать, ну вот если не можете выиграть без красивой модельки, прям ну никак. Именно для этого я и делаю этот видосик, сегодня мы посмотрим на 4 лучших вариантов, которые можно приодеть вашего пуджа и не отрезать себе при этом почку на продажу. И так лучшие хуки до 100 рублей. Поехали. Кстати, обязательно пишите, если хотите продолжение этой рубрики. Ну и открывает наш сегодняшний видос вот этот чудесный красавец, как раз за соточку. И признаюсь, это самый дорогой айтем за сегодня, хоть он и на последнем месте. На последнем, но только лишь потому что остальные куда круче, ну и потому что он стоит на порядок дороже. Но и он может предложить нам весьма неплохой внешний вид и довольно неплохую уникальность. Ведь стоит он не рубль и не два, а значит и ходит с ним не так уж и много народу. Ну и вообще смотрится конечно шикарно. Череп и раздвоение на две части – это годно. Если хотите приодеться и не хотите при этом заморачиваться, то вариант что надо. А следующий наш хук примечателен своим цветом – это Джейд Телон. В то время как 90% хуков паджика – это какие-то серые, блеклые, непонятные разводы, крюки которые хрен отличишь от стандартного – Джейд Телон сразу показывает из чего он сделан. Зелёный, большой и страшный. Враги просто охренеют. Плюс он очень хорошо подходит к вашему союзному тайтхантеру. Ну а если серьёзно, то блин, 20 рублей для такого интересного и выделяющегося, что самое главное, айтема – это вообще не цена. А именно столько он и стоит на торговой площадке. И именно за столько вы получите уникальный скин, совершенно не похожий на дефолтный. А теперь в лучших традициях Ликея и всех топов у нас не второе место, а экстра турбо бонус супер место. Потому что этот хук стоит аж в 2 раза больше, чем максимальная цена сегодняшнего топа, а именно 2 соточки. Но выглядит он просто супер круто и его просто нельзя было не показать. И крут он потому что это даже не хук, а какой-то чёртов гарпун, на котором ещё и нарисован Сларк. Шикарные анимации, изменённая моделька скилла, какое-то лютое красное свечение, ну и вообще одним словом торт. Я сейчас бегаю именно с таким, когда мне конечно не жалко своих тиммейтов и когда я всё же пикаю пуджа. А что самое вкусное, я хочу его разыграть. Если наберём всего несчастных 2500 лукасов, то я разыграю его среди всех своих подписчиков, оставивших коммент под видосом. Рубрика эта у меня новая, так что 2500 лукасов для неё всё, это по-моему самое то. Ну и айтем конечно очень даже классный. Если бы мне его предложили на халяву, то я бы точно не отказался. Идём дальше. Хук Василиска, господи иисусе, посмотрите на это красное чудовище и скажите мне, что вы его не захотели прямо сейчас. И если это так, то вот вам ещё один его козырь. Очешуенная изменённая моделька скилла. Да, 18 рублей нужно вытрусить из карманов своих неглаженных джинсов, чтобы получить хук, у которого помимо отличного внешнего вида, есть ещё и изменённая моделька скилла. Я вот помню не так уж много шмоток, которые могут такое предложить за столь смешную цену, так что это лучший способ потратить свою двадцаточку. Ну и наш чемпион. Первое место в номинации бич закупка. Растклоу. Да, вот это херня на ветке. Как мне кажется, именно этот скин заслуживает первое место в этой моей подборочке. И вот почему. Во-первых, он стоит меньше 10 рублей, что вообще просто жесть. А во-вторых, он самый необычный из всех предметов, которые я вообще сегодня нашёл в этом ценовом диапазоне. Топор вместо хука. Это выглядит просто, но очень и очень годно и самобытно. Топор. Всё остальное вообще не важно, потому что вы будете вертеть своих врагов на топоре, словно вы не толстый мясник, а какой-то обезумевший и подкачанный тролль варлорд. В общем, если у вас на стимчике всего десятка, то лучше вам вообще ничего не найти. Я вас уверяю, я тут много чего перепробовал. Ну и на этом сегодня всё. Эти хуки я считаю самыми топовыми из всех, что можно позволить себе, имея всего стольник в кармане. И я буду рад поспорить с вами в комментах, если вы считаете по-другому или если у вас есть что-то поинтереснее. Так же обязательно пишите как вам эта рубрика и кого вы хотите приодеть следующим, либо же это вам вообще не интересно и стоит идти пилить какие-нибудь пасхалки. И конечно же не забывайте про розыгрыш. Условия простейшие. Лайк, подписка и коммент, как обычно.